Здравствуйте, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Вот и наступил август. Август это как вечер воскресенья. Мы так долго ждем лето, так быстро оно пролетает. И впереди уже сентябрь. Розы сейчас особо не цветут, но я приглашаю вас посмотреть, как они у меня выглядят. Надеюсь, вам будет интересно. Так, дорогие мои розоводы, перед вами ангела. Или ангела, анжела, кто как ее называет. Цветет сейчас. Начинает цветение, вернее. Вот поблизости возле нее стою и легкий-легкий такой аромат. Я бы не назвала ее сильно ароматной розой, но на мое восприятие она не очень пахнет. Не очень сильно пахнет. Но вот сейчас легкий такой ощущается вблизи. Наросла она хорошо. Раскинулась метра два вот по ширине сейчас. На высоту тоже где-то метр восемьдесят сейчас точно есть. Хотя я ее каждую весну очень коротко обрезаю. Но следующий год я не буду ее сильно резать. Цветочки у нее меньше по размеру, чем в первое цветение. Сказывается жара. Но она старается. Много на ней бутонов. Так что к третьему цветению, к третьей волне цветения ангела подходит основательно. Я вам ее потом покажу. А это Остинка Сьюзен Вильям Элис. Такой небольшой кустик. А в этом году выстрелила побегом полтора метра где-то. Очень ароматная. Второе лето у меня живет. Кустик такой небольшой, но его плохо видно, наверное. Мне нравится ее цветочек. Вот напоминает мне оперение птички. А это кустик на бутончиках. Golden Zest или 100 идей сада. Которую я купила как Тизинг Джорджия. И два года ее и считала Тизинг Джорджией. Но все-таки настоящее название на свое нашла. Это Golden Zest. Тоже будет свисти. Она рядом с ангелой у меня посажена. Надеюсь, погодные условия позволят ей показать свою красоту. Я ее обязательно сниму для вас. Если будет чем любоваться. У нас чистое голубое небо. Красота. А это Остинка. Тесс Овзе Дербельвиль. Рядом с ней Пьер де Рансар. Я его обрезаю каждую весну. Оставляю высоту где-то сантиметров 50-70. По-разному. И за счет того, что я убираю высоту, он набирает ширину. Такой широкий. Поэтому я решила, что все-таки следующей весной я не буду его укорачивать. Нужно ему опору поставить. Пусть будет плетистым. Так. Ну, Тесс сама на себя не похожа. Цветочки маленькие, не махровые. Ну, это неудивительно. У нас такая жара стояла. 55-58 градусов было. А вот прошли дожди. Правда, ливни такие жуткие были. Все цветы моментально все облетало. Оббивалось. Но зато природа вдохнула полной грудью. Все стало сочное, зеленое. Никакой полив не заменит дожди. У нас температура снизилась. Теперь 35-36-8. Ну, так, ну, до 40, не выше. Конечно, стало проще. И розы довольны. А это Янк Люсидас. Первогодка. Селекция Давида Остина. Цветочки мелкие. Цвет очень красивый. Камера не передает. Растет у меня больше в высоту. Ширину еще не набирает. Очень ароматная. Транквилити. Я бы не сказала, что в восторге от этой розы. Ну, так. Знаете, особо она мне прям вот для души, чтобы очень-очень мне нравилась, я бы не сказала. Выстрелила вот плетью такой. Флорибонда хоть шоколад. Знаете, цветет вообще. Все лето цветла у меня. Невзирая на жару, на дожди, она сама по себе. У нее цвет очень интересный. Вот из-за цвета она у меня и растет. Такой цвет я не встречала на других розах. И, кстати, вот у нее размер цветка меньше не становится из-за жары. Вот ее стандартный размер. Базальные побеги нарастила. В общем, хорошая такая, знаете, на выносливость, на цветение. Молодец. Это Остинка Сафироуз. Тоже, знаете, цветет постоянно. Молодец. Но в первом цветении какие у нее были огромные цветы. Боже мой. Я не могла налюбоваться на нее. Но сейчас я бы не сказала, что очень мелкие. Вот это Порсенлайт. Вот она, да, совсем маляпуськами цветет. А Софироуз старается все равно держать. Вот видите, размерчик. Но на самом деле ее настоящий размер в два раза больше. Тоже хороший сорт. Кустик не наращивает быстро. Ну, по крайней мере, у меня. Постепенно растет. Винтила тоже. Сам по себе. Посмотрите. Опять на бутонах. Кто видел мои предыдущие видео, я его показывала неоднократно, как он цветет. Вот высота у него сантиметров сорок. Посмотрите, аккуратненько так нарастил листву и надувает бутончики. Дождь, жара, ему все равно. У него цель цвести. Молодец. Это первогодка. А это красавица Дарк Леди. Селекция Давида Остина. Первогодка. Я ее посадила в марте месяце. В этом вот году. И она у меня в июне уже цвела огромными цветами. Я влюбилась в этот сорт. Огромные, ароматные. Она и летом цвела. Вот жарко. Вот видите, все равно цветы немаленькие у нее. Мне понравился этот сорт. Ну вот, это мои первогодки. Остинки. Сейчас мы пройдемся. Я вам покажу. Вы посмотрите, как они выглядят. Как нарастили кустики. Это мускусный гибрид Давида Остина. Франсин Остин. Тоже бутоны у нее. Рядышком Визли. 2008. Достаточно широкий куст. Так. Это вот Джанет. Селекция Давида Остина. Хороший куст нарастила. Цветы тут пострадавшие, конечно, побитые дождем. Очень ароматные. Леди Овшалот. Тоже старательно цвела все лето. Надо подвязать ветки все в разные стороны после ливней. А это Вольвертон Олд Холл. Я обожаю аромат этой розы. Сейчас цветочек невзрачный, но цветет она очень красиво. А пахнет, вот на мое восприятие, знаете, ночной фиалкой, матиолой. Бесподобная красавица. Тоже так вымахала. Так. Это The Wedgwood Rose. У нее интересные цветочки, такие с заостренными кончиками. Ну, сейчас цветок, конечно, не в лучшей своей форме. Но вообще очень красивый сорт. Тоже устенькая. Wedgwood Rose. А это что? Вот не помню. Так, что это ты у нас тут не цветешь? Я не могу узнать по цветку. Шраб Шерлайт. Так, следующее. Что тут у нас еще интересное показать? Где цветок есть? Так, а это забыла. Так, сейчас посмотрю. Richfield Angel. Вот перед съемкой все помнишь на зубок. Только начинаешь снимать, улетают названия из головы. Тоже вот на бутонах цвел все лето. Молодец. Я показывала в одном из видео, какое у него обильное цветение было в жару. Умница. Ну вот. Так они у меня наросли. И я их посадила в марте месяце. Это все остинки из одного питомника. Петунья у меня самосевом откуда-то насеялась. Ну, я думаю, вполне хорошие кустики. Достаточно хорошо наросли. В общем, довольно. И цвели хорошо. Для своего возраста. У меня вот тут только винтила, не Остинка. А так все остальные. Селекции Давида Остина. Это Hitcliffe. Так, это Эвелин. Цветочек Эвелин. А это Гарден Траум. Меня просили в комментариях его показывать периодически, как он развивается. Ну вот. Сейчас он у меня такой. Надо будет срезать цветы. Что-то. Вот у него тут новые уже гонят побеги для цветения. Надо будет его обрезать. После дождя еще не успела порядок навести. Ой, а это вот просто конь. Это Себастьян Кнейп. Посажен был в марте этого года. Посмотрите, он раскинулся здесь больше метра. Я не ожидала, что он будет таким огромным. Получается, что вообще не к месту здесь. Не знаю, что с ним делать. Пересаживать тоже не хочется. Как-то пересадка. Красивый цветок. Пересадка, опять же, его назад откатит в развитии, в раздумьях. Ну и здесь такой куст я вообще не планировала. Достаточно такой мощный сорт. Так, а это вот красавица Салли Холмс. Цветы у нее обились дождями, ливнями. Я уже не стала срезать, думаю, покажу вам. Посмотрите, как обильно она цвела. Вот, а после съемки я уже ее обрежу. Ну, это тоже первогодка. Мне она очень понравилась. Правда, красивая роза. Очень красивая. Бенджамин Бриттон растет, как на дрожжах. Посмотрите, какой куст у него. И один цветочек вверху. Остальное все на бутонах. Перед дождем он цвел. Но все цветы просто в пух и прах разнесло ливнями. Вот он сразу же выгоняет новые побеги. Я старый уже обрезала ему цветочки. Ну, в смысле, те, которые отсвели. Скоро будет уже. А вот цветочек у него. Какой сейчас повернулся мордашкой. К нам лицом. Ой, как он пахнет. Красавец. Бенджамин Бриттон. Я уже говорила, что ему год. Тоже вот высота с забор. Так, рядом Шекспир. Велим Шекспир. Посмотрите, кто у нас тут. Худенький богомол. А этот цветок тоже побитый дождем. Эльфа. Рядом Леандр, затрепанный ветрами и ливнями. Ну, все как есть. Это остаточное цветение после дождей. Эльф. Зато розы напились воды. Влаги набрали достаточно за все лето, наверное. Такие ливни. Кристофер Марлоу. Селекция Дэвида Устина. Цветы в жару у него мелкие. Но цветет без перерыва. В первое цветение вполне такие, знаете, большие цветы. Красивые все. Но не сейчас красивые, конечно. Но мелкие. Во время жары Размер он свой теряет. Но я не в обиде на него. Не все розы могут выдержать такое пекло, как у нас. Посажен был в девятнадцатом году. Подвязываю. Разваливается кустик. А это вот моя малявочка. Септер Айл. Алюсенькие цветочки у него. Но цветет. Кустик небольшой. Посажен был в прошлом году. Ему еще года нет. Вот. А это красавица Крокус Роуз. Тоже постоянно в цветах. Рядом с ней громада Теклипер. Ну вот Теклипер. Он огромнейший. Он выше забора. Вот видите. Перерос метр, наверное, выше забора. То есть это где-то его размер. Его размер где-то, ну, выше трех метров, я думаю. Три метра есть точно. Такие вот побеги высокие. Ширина тоже. Ну, большой куст. Ему бы, конечно, в другое место. Я неудачно его посадила. Я не думала, что он будет таких размеров. Это такой сорт, где, знаете, вокруг надо ходить, любоваться. У нас очень сильный ветер. Наверное, задувает микрофон. Но не могу ничего с этим сделать. Тоже вот краун принцессы Маргарет после обрезки. Обрезка была перед дождем буквально. За день, за два. Так, вот видите, какие ветви у него. Как бы так показать, конечно, чтобы все было точно понятно. Но не получится. Я просто не дотягиваюсь туда. Это цветы принцессы. Краун принцессы Маргарет. На заднем плане это Динки. Это ее второе цветение. Ну, как промежуточно было цветение, она цвела, конечно. Но это вот уже такое массовое второе. Огромными она цветет соцветиями. А это Чиппиндейл. Огромнейший куст. Тоже настолько широкий. Он разросся. Он не накрывает здесь все. Ой. Только что прилетел, или он был здесь? Ой, эти вот везде богомолы. Так. Еще хочу вам показать, как нарос братья Гримм. Посмотрите, вот это вот один куст. У меня все розы посажены одним кустом. В лунке по одному кусту. Вот. Видите, какой он? Тот же у него высота 2 метра. А может быть, даже выше. Если бы я знала, что он будет таких размеров, я бы его сюда, конечно, не примостила. Ну, теперь уже не буду никуда его пересаживать. Во-первых, яркий. Я не люблю такой цвет. Во-вторых, еще к тому же и огромный. Ну, это на любителя по цвету. Так, а это вот второй куст Чиппендейла. Широкий, уже около двух метров. Тоже монстр. Высота тоже вот тут у него уже до двух метров. Не буду я его обрезать в следующий раз. Иначе он становится все шире и шире с каждым годом. Цветы надо обрезать тоже. Вот его там одиночные цветочки. Конечно, с первым его шикарным цветением не сравнить последующие. Ну, что есть. Очень мощный куст. А это роза четырех ветров. Чайно-гибридная. Цвет передает практически правильно. Какой есть на самом деле. Достаточно такая, знаете, махровая. Ну, сейчас, конечно, цветок это совершенно не то, что на самом деле. Но все равно плотный, глубокий, ароматный. Красивый сорт. Сколько лепестков, даже представить себе не могу. Тоже надо обрезать все. После дождей еще ничего не обрезала, потому что времени все никак не найду. Но уже сниму, потом буду обрезать. Покажу вам. Так, а это вот Адмирал. Они сейчас по цвету вообще один в один с розой четырех ветров. Хотя это совершенно разные сорта. Ну, и форма цветка, конечно, у них разная. Вообще, я люблю чайно-гибридные розы с огромными, ароматными. Темно-красными цветами. Бургунди Айс. Хочу вам показать эту малявку. Она, ну, где-то не выше, наверное, 30 сантиметров. Цветочки маленькие, но постоянно цветет. Вот летом у нас такая жара была, она цвела. Вот сейчас ливни шли, а она все равно цветет. Ну, конечно, те цветочки во время дождей все это смыла. Сейчас уже другие открылись. Когда она успевает бутоны надувать, я даже понять не могу. Как не посмотрю, все время в цветочках. Хотя вот невысокий кустик, еще и обгрызанный осой. Ну, молодец, старательная. Я не ожидала от нее такой прыти. Я ее посадила весной, в марте. Рядом вот с яблоней растет. Яблоня наклонилась. Не знаю, сорт ее. Меня просили в комментариях показать мишку. Ну, вот мой мишка. Я его весной обрезала до 40 сантиметров. Вот он за это время у меня нарос. Ну, я не знаю, где-то полтора метра. Может, метр семьдесят. И достаточно широкий. Я его связала, потому что ветром его растрепало. Очень сильно некоторые ветки прям валялись на земле. Знаете, эта роза постоянно в цветах. Да, цветочки, конечно, могут портиться от дождей, там, от жары. Это все, конечно, может быть. Но он все равно все время цветет. Я вот не помню такого момента, когда он стоял бы вообще без единого там цветочка. И цветет достаточно обильно, причем не одна-две там у него, а вот много цветов. Целыми гроздьями. Августа Луиза. Со своей соседкой Даббл Делайт. За Даббл Делайт мне много в комментариях писали. Ее многие любят. И за аромат, за цвет. Вот они рядышком так сплелись. Конечно, то, что было от Августа Луизы в первом цветении, сейчас любоваться не на что, я бы сказала. Ей тяжело приходится в нашей жире. Даббл Делайт переносит проще, гораздо высокую температуру. И дожди гораздо проще. Августа Луиза портится. Ну что, я буду заканчивать. Я надеюсь, вам было сегодня интересно со мной. Конечно, особенной красоты я вам не показала. Ну что поделаешь. Такой вот период сейчас. Спасибо вам большое за внимание, за комментарии. Пишите. Я буду очень рада вам ответить. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...